Кемпионат Владимирской области Кемпионат Владимирской области Как правильно сказать? Если он выбирает свой темп игры, то очень сложно с ним справиться Была ли какая-то особая тактическая подготовка? Потому что я знаю, что команды друг друга очень хорошо знают То есть были ли какие-то варианты, какой-то сюрприз устроить для соперника? Нет, безусловно, мы попытались вначале сыграть в определенную схему со смешанной зоной, чтобы выключить попадающих игроков, которые много забивают, попадают. Вроде получилось, но сами видели начало первой четверти аховое, поэтому пришлось все менять и вроде бы попали со вторым тренером в игру. Чем-то удивил соперник сегодня? Ну, да скажу, что нет. Мы были готовы к тому, что они начнут сильно, поэтому мы вроде были готовы. Удивились, что мы, удивили сами себя, потому что начало игры вообще сложилось не в нашу пользу, и мальчишки растерялись. Визуально баскетбольный клуб Владимир лидер области, да, целый ряд команды бьются за медали. Кого вы видите главным соперником для себя? По началу турнира тяжело сказать. На самом деле, вроде бы Собинкова очень хорошо начала, даже придется к ним готовиться, наверное. Ну, наша задача основная, это, конечно, обыграть Владимир. Вот. Мы будем стараться всеми силами набраться опыта в играх против соперников. Вообще боялись Александров, очень боялись. Ничего? В следующем туре Легион принимает как раз Собинку, да, на этом же паркете. Собинка уже удивила, тоже переиграв Астру. Какие ожидания от следующего у нас? Ну, будем искать слабости. Команду я знаю. Буду искать слабости у соперника и постараюсь их использовать. Ну, видите, у нас команда высокого темпа в этом году. Нет высоких игроков. Поэтому будем на высоком темпе максимально взвинчивать. Поделитесь секретом. Астра сегодня очень мощно начала. Что такого сказали в тайм-ауте лидерам, что они проснулись и буквально их расстреляли трехами? Быстрое нападение. Решил и сейчас все. Да, могли не попасть. То есть была такая небольшая авантюра. Но я как бы верю в них. Если они, ну, как бы собрались и у них начинает все получаться. Сами знаете, Мурзин Николай у нас как бы главный лидер. Если он начнет забивать и команда за ним тянется. У него получилось и команда потянулась. Мы просто изменили темп игры. Темп был хороший для Астры. Нам пришлось его взвинтить на максимум. К сожалению, для нас не приехал лидер Астры по забитым очкам. Ну и сидел травмированный у них Олег. Без него тоже игра, видите, сложилась не самым удачным образом для Астры. Ну и в какой-то степени нам повезло. Преимущество более 30 очков. Как считаете, Астра уже больше, как скажем, не конкурент? Мы старались до конца игры лично прессинговать, чтобы не дать возможности много им забить и уйти в отрыв подальше. Именно для того, чтобы в Александрове нам легче игралось. Конечно. Спасибо большое. С победой. Благодарю. Субтитры сделал DimaTorzok